Это библейский портал экзогет.ру Сегодняшняя тема – распятие и смерть Господа Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 16 по 30 стихи. Понтипилат, римский прокуратор, поддался на шантаж еврейских первосвященников и служителей, которые заявили ему, «Если ты отпустишь Иисуса из Назарета, то ты не друг Кесарю, ибо всякий, кто делает себя царем, если даже только называет, это уже противник Кесарю». И вот Понтипилат, который пытался найти способы, дабы отпустить Иисуса, ибо не нашел в нем никакой вины, поддался на указанный шантаж и все-таки предал Господа Иисуса Христа на распятие. 19 глава, 16 стих. «Тогда, наконец, Он предал Его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. После того, как в отношении какого-либо человека провозглашался вердикт относительно того, что он обречен на распятие, этого человека вначале сильно бечевали, привязав к столбу, бечевали плетьми до такой степени, что получаемые им раны уже были несовместимы с жизнью. Как правило, мышечная ткань отходила от ребер, и дальнейшее наказание было всего лишь продлением страданий». 17 стих. «И, неся крест свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа». Господь Иисус Христос до места, где Он будет распят, несет Свой крест. Но что это значит? В греческом тексте стоит слово «ставрос», слово, которое может означать «кол», «шест», либо «свая», или «крест, как орудие казни в Древнем Риме». Почему это слово в греческом языке было столь многозначным? Потому что оно указывало на те различные формы казни, которые в конце концов и стало известно как казнь распятия. Соответственно, в латинском языке используется термин «крукс». Так вот, первоначально это была иная форма казни. Форма казни, когда приговоренного к смерти человека сажали на кол. Именно эта форма казни использовалась в Древнем мире у ассирийцев, вавилонян и так далее. Причем человека сажали на кол, протыкая колом тело таким образом, чтобы не задеть жизненно важные органы. И человек практически в горизонтальном положении находился на этом коле или шесте. И вот так человек мог страдать достаточно долго. Замысел был не только человека убить, но и как можно более дать ему страданий. Как правило, такую казнь использовали в отношении людей, которые представляли опасность для общества. Это были или государственные преступники, иногда это были мятежники, бунтари, а иногда это были какие-то разбойники или люди, запугавшие местное население. Эта казнь использовалась и у греков, у македонян, и, наконец, она была модифицирована в Древнем Риме. Римляне вместо того, чтобы сажать человека на кол, придумали распятие, потому что распятый страдает и мучается еще дольше, а мучение его еще больше. Существовали следующие виды крестов, на которых распинали людей в период Древнего Рима. Первый. Крукс симплекс, то есть простой крест, а лучше перевести как простой кол или простой шест. Это когда человека подвязывали руками вверх на шесте. В Государственном Эрмитаже мы можем видеть скульптуру, именно так, подвешенного на столбе человека, приговоренного к смертной казни. Руки наверху, и да, ему тяжело дышать, и да, в таком положении он долго умирает и сильно мучается. Крукс комисса, то есть крест составной, когда крест состоит из двух брусов, из которых поперечный накладывается на продольный. А этот продольный как раз и устанавливается в землю. Так что оба вместе они представляют собой фигуру в виде греческой или латинской буквы Т. Вот как описывает подобный крест святой Варнавы. В одной букве Т ты имеешь крест. Или Туртулюан, греческая буква Тау, а наша латинская Т есть образ креста. Это форма креста, которая иногда называется крест Тау, бывает, также называется египетский крест, потому что в Египте употреблялся крест в виде буквы Т с ушком наверху, ну а соответственно этот крест просто в виде буквы Т. Следующий вид креста. Крукс эмисса, то есть крест вставной, когда короткая поперечная балка вставлялась в продольную, так что верхушка продольной балки выдавалась над поперечной. В свою очередь эта форма креста подразделяется на два вида. Первый вид, так называемый греческий или квадратный крест, в которой поперечная балка равна продольной, и тем самым крест имеет вид современного символа плюс. Второй вид это латинский крест, у которого продольная балка, как правило, вдвое длиннее поперечной. Таким образом, этот латинский крест и имеет вид привычного для нас с вами христианского креста. Ну и, конечно, еще как отдельная категория существовал крест, называвшийся крукс де кусатта, косой крест, состоявший из двух наискось положенных друг на друга перекладин во форме буквы Ха. Он иногда называется Андреевским, потому что по преданию на нем был распят святой апостол Андрей Первозванный. Какой бы крест мы ни взяли, или крест составной, то есть крест Тау, или крест вставной, а именно его разновидность латинский крест, у каждого из них есть два элемента в конструкции. Вертикальная и горизонтальная балка. Вертикальная балка, которая ставилась стационарно, закапывалась, вкапывалась в землю, называлась статикулом. А вот второй элемент, горизонтальная балка, называлась патибулом и представляла собой съемную горизонтальную балку, съемную конструкцию. Интересно, что термином крукс, ну и по-гречески ставрос, по-русски крест, могли назвать как вот эту съемную горизонтальную балку, так и весь крест в целом, то есть вертикальная и горизонтальная балки. Соответственно, когда приговоренного к смертной казни человека били плетьми, после этого часто ему давали нести горизонтальную балку по тибулу, которая была тяжелой, вес ее был от 30 до 50 килограмм, чтобы она не соскочила с рук и с плеч, руки осужденного привязывали к этой балке. Встает вопрос. Понятно, что Господь Иисус Христос нес именно горизонтальную балку по тибулу, до места казни. Но на каком кресте распяли Господа? На кресте в виде буквы Тау или на латинском кресте? В пользу варианта латинский крест можно привести следующие аргументы. Во-первых, древнецерковные авторы, когда образно сравнивали крест Христов, то приводили такие сравнения. В сравнении с плавающим человеком Туртулян или с Моисеем, распростершим руки на молитву Иустин Философ и Марк Минуций Феликс. Но более ясное выражение о четырех концах у креста Господня содержится у святителя Ирины Леонского Седуля и преподобного Иоанна Дамаскина. Наиболее буквально говорит об этом святой блаженный Августин Японский. Цитата. «Была широта, в которую простерты были руки, длина, поднимающаяся от земли, на которой пригвождено было тело, высота, выдававшаяся вверх над поперечной балкой». В этих словах совершенно очевидно упоминается, кроме продольной и поперечной балки, еще и небольшой выступ именно вертикальной балки над горизонтальной. Конечно, кто-то может сказать, но ведь имеются высказывания церковных авторов древности, где они говорят именно о букве Т как в образе креста Господня. Такие высказывания уже были сегодня упомянуты. В частности, Тартулиан, Блаженный Ироним Стридонский и Исидор Сивильский сравнивали крест Господень с этой буквой. Однако все эти церковные авторы сравнивали букву Т с крестом Господнем, потому что у пророка Иезекииля есть очень интересное место, интересное пророчество. Это 9 глава, 4 стих. Итак, с точки зрения Иезекииля, те, кто огорчены, те, кто соболезнуют относительно беззакония Иерусалимских, будут на своему лбу иметь знак в виде буквы Тау. Поэтому-то церковные авторы и сравнивали эту букву с крестом Господнем. Но, конечно, более вероятно, что это был не крест в форме буквы Т, а именно латинский крест, где определенная часть вертикальной балки возвышалась над горизонтальной. Кроме этого, конечно же, очень часто прикрепляли табличку с указанием вины распятого, и она как раз находилась на этой верхней части вертикальной балки. Кроме того, было основание у ног, на которое осужденный ставил ноги. И поэтому, кроме латинского креста, также используется для указания на крест Христов восьмиконечный крест. Особенно часто он используется именно в восточной православной традиции, когда не только две балки, но еще и табличка и основание у ног также изображаются. Можно еще задать вопрос, а какая из двух традиций, западная или восточная, которые изображают распятие Господа и Иисуса Христа, ближе к современным археологическим представлениям о казни распятия. Мы с вами знаем, что в нашей восточной традиции ноги Господа и Иисуса Христа изображены рядом, и, соответственно, два гвоздя в две ноги Господа. А в латинской западной традиции одна нога наложена на другую, и, соответственно, один гвоздь пронзает обе ноги. Недавние археологические раскопки в Великобритании, где было найдено тело распятого человека, а датируется эта находка первой половины второго века, показало, что распятие происходило так, что гвозди загоняли в две разные ноги два гвоздя. Эти ноги даже были расположены по бокам от вертикальной перекладины. Таким образом, ближе к археологическим свидетельствам именно наша восточно-православная традиция изображения распятия Господа. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое лобное, по-еврейски, галугофа. По-гречески звучит так кранио топос. Топос – это место. Кранион переводится как верхняя часть головы или череп, лоб. Поэтому по-русски лобное место. Где же находилась галугофа? На данный момент есть две основные версии идентификации этого места. Первая версия заключается в том, что данная возвышенность, лобное место, находилось там, где сейчас в Иерусалиме находится храм воскресения Христова, то есть храм гроба Господня. Эта версия основана на том, что в 326 году императрица Елена предприняла первые в истории человечества археологические раскопки, обнаружила крест Господень и, соответственно, была идентифицирована галугофа. Надо сказать, что эта идентификация является предпочтительной и с научной точки зрения, потому что при археологических исследованиях Иерусалима ничто не препятствует видеть в Галугофе это место. Оно находилось за пределами тогдашней городской стены Иерусалима, что и требовалось для казни. Однако в 19 веке еще не было известно, что храм гроба Господня, идентифицируемый нами, православными и очень многими исследователями галугофа находилась вне городских стен Иерусалима времен Иисуса Христа, потому что ориентировались на стены старого города Иерусалима такими, на те, которые имеются сейчас, но это стены, конечно, значительно более поздние, и поэтому искали альтернативные варианты. В частности, британский исследователь, генерал Чарльз Гордон в 1882-1884 годах обнаружил неподалеку от Дамасских ворот вне городских стен современного старого города скалу, внешне напоминающую череп, рядом с которой находилось древнее захоронение. Это место получило название Садовая могила или альтернативная галугофа. С конца XIX века англикане и некоторые другие протестанты почитают эту пещеру как настоящую гробницу Христа. Однако ряд признаков позволил исследователям заключить, что захоронение следует датировать периодом с IX по VII века до Рождества Христова. Значит, во времена Христа эти захоронения нельзя было назвать новыми гробницами. Они уже в VII, VIII, IX веков как использовались в Евангелии от Иоанна, как и в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки, гробница, куда было положено тело Господа Иисуса Христа, названа новой гробницей. Поэтому предпочтительной является инотификация Голгофы с тем местом, которое сейчас и находится в храме гроба Господня. 18 стих. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Евангелист Иоанн Богослов опускает все те детали, которые описаны у синаптических евангелистов и указывает только на то, что по центру распяли Христа слева и справа двух других человек, которые были разбойниками. 19 стих. Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. Написано было «Иисус Назарий, царь иудийский». Пилат продолжает иронизировать над евреями. Он пишет «Вот здесь распят тот, кто и является царем иудийским». Тем самым хочет продемонстрировать власть и величие Рима настолько значительны, что любая попытка евреев иметь царя обернется тем, что царь евреев будет таким же ничтожным и таким же униженным, как Иисус из Назарета. Надпись на табличке, если мы читаем по-гречески, «Иисус о Назореос». Может означать как Назарий, то есть тот, который брал на себя особые еврейские обеты, так и Иисус из Назарета. Таким образом, в этой надписи совмещены два разных смысла. 20 стих. Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Пилат пишет не только на официальном языке Римской империи, латинском языке, не только на тогда языке международного общения, на древнегреческом, но даже и на еврейском, на местном языке, дабы все могли эту надпись прочитать. 21 стих. Первосвященники же иудейские сказали Пилату, не пиши царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский. Первосвященники поняли, что Пилат, вынужденный пойти им на уступки за их шантажа, все-таки их уколол. Вот такой у вас евреев царь. И поэтому они просят, ты не пиши, что это наш царь, но пиши, что он заявил, будто бы он наш царь. 22 стих. Пилат отвечал, что я написал, то написал, но Пилат уже, пойдя один раз на уступки, в принципиальном вопросе, хочет показать свою власть римского прокуратора, и в этом мелком вопросе на уступки не идет. 23 стих. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Из этого стиха видно, что было четыре воина, которые принимали участие в распятии Господа Иисуса Христа. соответственно предполагают, что те элементы одежды Господа, которые они поделили между собой, были плат, пояс, соответственно верхняя одежда и сандали. А вот нижняя накидка, хитон, был цельно сшитый, поэтому они решили его не рвать, а бросить жребий. Церковное предание доносит на нас, что хитон этот сшила лично Пресвятая Богородица, и он был особо искусной работы. 24 стих. Иоанн Богослов указывает, что это было далеко не случайно. Именно об этом пророчествовало Писание в одном из псалмов, где праведник, страдающий праведник, является прообразом Мессии Христа, говорится, раздели шаризы моя между собою и об одежде моей метали жребий. И соответственно, именно это исполнилось и на Господе Иисусе Христе. Бросали жребий, чтобы узнать, кому достанется самая красивая, самая изысканная часть его одежды. 25 стих. При кресте Иисуса стояли матери его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Каким образом прочитать этот стих? Возможны два варианта. Первый вариант то, как было мною только что прочитано, когда каждый раз союз И мы понимаем как разделяющие указания на стоящую при кресте Иисуса женщину. То есть первая матерь его Христа, вторая и сестра матери его Мария Клеопова, третья и Мария Магдалина. Однако возможно и иное прочтение. Первая матерь его, вторая и сестра матери его, третья Мария Клеопова, четвертая Мария Магдалина. Исходя из разных соображений толкователи придерживаются либо первого либо второго варианта. Например, священник Михаил Фивийский придерживается мнения, что указано евангелистом Иоанном Богословом четыре разные женщины. Однако, все-таки логично при прочтении оригинального греческого текста предположить, что Иоанн Богослов использует союз И для того, чтобы указать на разделение между женами. И в таком случае следует принять первую версию. Иоанн Богослов указывает на трех женщин. Это матерь его Христа, сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Но каким образом сестры могли иметь одинаковое имя? Мария имя Богородицы и Мария Клеопова? Здесь имеет смысл обратиться к тому пониманию, которое находится в толковании Ефимия Зигабена. Он пишет, Богоматерь была единственной дочерью своих родителей. Но так как Иосиф Обручник и Клеопа были братья, а у евреев был обычен называть сестрами и жен братьев только потому, что мужья их были братья, то евангелист здесь назвал сестрой Богоматери только родственницу ее. Иосиф и Клеопа мужья их и были родные братья, а Богоматерь и Мария жены их были сестрами по свойству. Итак, стоят Пресвятая Богородица Мария Клеопова и Мария Магдалина. 26 стих. Иисус увидев матерь и ученика тут стоящего которого любил говорит матери своей Жена все сын твой. После того, как схлынула толпа, можно было подойти поближе и указанные три женщины, а также любимый ученик Господа, а именно Иоанн Богослов подошли поближе ко кресту. И Господь, видя ученика, которого он любил, конечно же, используется греческий глагол Агапао, любил духовной любовью, он указывает на Пресвятую Богородицу и говорит ей Жена си сын твой, то есть тем самым усыновляет Иоанна Богослова Пресвятой Богородицы. 27 стих. Потом говорит ученику «Все Матери Твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Поскольку Господь после распятия воскреснет и вознесется на небо, он заботится о своей матери по плоти, дабы она была под покровительством Иоанна Богослова, любимого ученика Господа Иисуса Христа. И действительно Иоанн Богослов взял ее к себе и заботился о ней, как о своей собственной матери. 28 стих. «После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду». Используется очень важный и интересный греческий глагол «телео». Телео означает что-либо совершать, но обязательность тем, чтобы это завершить, достичь цели. И вот по сути дела можно перевести следующим образом. После этого Иисус, зная, что уже все совершено, его миссия достигла цели, да сбудется Писание, говорит жажду. 29 стих. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на Иссоп, поднесли кустам его. Греческое слово «оксос» означает кислый винный напиток, смешанный с водой. Он был значительно дешевле, чем вино, и достаточно хорошо утолял жажду, чем вода. поэтому пользовался популярностью у беднейших слоев населения и у солдат. Иногда его сравнивают с нашим квасом. Соответственно, мы с вами помним сообщение синоптических евангелистов о том, что когда Господа Иисуса Христа только привели к месту распятия, ему предложили выпить этот же напиток оксус, смешанный с желчью, то есть особыми травами, которые имели одурманивающее действие. Ему это предложили для того, чтобы он не испытывал боли во время распятия, как некий небольшой акт милосердия, но он отказался, ибо его страдания должны быть совершенными страданиями, дабы жертва, которую он приносит, была всецелой и совершенной. Здесь же речь идет о другом, здесь только о том, что он захотел пить, и тогда воин берет губку, иногда эту губку закрывали горлышко сосудов, эту губку напаяют винным напитком, накладывают на исоп, то есть на растение, ветви которого очень часто используют для каких-то церемониальных целей, а сам исоп нашест, и получается, что благодаря прослойке из сопа веточек губка может быть дана непосредственно кустам, и вот воин поднимает на шесте губку, и соответственно Господь вкушает этот винный напиток. Тридцатый стих. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал совершилось, и преклонив голову, предал дух. Иоанн Богослов для того, чтобы передать эту последнюю мысль Господа Иисуса Христа, вновь использует глагол телео. И получается, что Господь говорит, я и совершил то дело, ради которого меня послал Отец, и я достиг цели. Итак, цель достигнута. Господь безгрешный и чистый принес себя в жертву ради спасения рода человеческого. И Господь предает дух. Таким образом, мы с вами видим, вот она цель воплощения Господа Иисуса Христа. В беседе с Никодимом он говорит так, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свою Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот это предание не только не с посылания в мир, дабы Господь воплотился, но дабы вошел на крест и принес себя в жертву. Это и была цель. Эта цель была достигнута на кресте Господом Иисусом Христом. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...